Так, добрый день. Начинаем наш эфир. Начинаем наш эфир на тему Токсичные родители, как не стать ими. Когда дома коллапс, как выжить в этой ситуации? Сейчас мы ждем Евгения. Я думаю, что я сейчас... Пока еще не вижу ее. Или буду ждать... Так, вот. К нашему эфиру. Сейчас. Должно получить. Отлично. Здравствуйте. 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 Так, я сейчас на даче. И интернет не очень хороший. Надеюсь, что все будет в порядке. Главное, чтобы меня хорошо было слышно, потому что я без своей аппаратуры обычной на даче. Вот. Окей. Ну, если вдруг меня не слышно, может быть, Наташа, которая меня сейчас смотрит, наш менеджер Инстаграма, мне подскажет, что со звуком. Тебя слышно очень хорошо. Единственное, немножко что-то происходит с изображением, но я думаю, что важнее для людей та информация, которую мы донесем, которая сейчас, на самом деле, самая актуальная. Да. Хорошо. Ну что ж. Я так правильно понимаю, наша тема – это как не стать практичным родителем вот в этой обстановке, когда, наверное, в каждом втором доме полный коллапс, и всех заботят, как, в общем-то, не сойти с ума, как не навредить своей психике и как не навредить психике детей. Да, в таком случае. Да, причем, ты знаешь, Катя, я хочу поделиться тоже, как ты, как и психолог, наверное, сейчас тоже испытываем большой наплыв родителей, желающих понять, что происходит вообще, и как справиться с всем этим. И, на самом деле, больше вопросов у родителей, связанных с тем, ну, как сделать так, чтобы дети стали слушаться вот сейчас, именно сейчас, момент, когда идет такая вот самоизоляция, когда все сидят дома, у детей нет возможности выплеснуть всю свою энергию, они не ходят в детские садики, где они выплескивали тоже всю свою энергию. И поэтому на вас вся эта лавина ринулась. И тут родители, соответственно, для того, чтобы быть хорошими родителями, они думают, а дай-ка я сейчас займу своих детей курсами по рисованию, курсами по чему-то еще, и родители накупают эти курсы онлайн в интернете и сажают детей, чтобы они занимались. И тут возникает проблема. Они не хотят заниматься. Либо не хотят заниматься так, и хотят, чтобы занимались родители. И включается момент, который же никак не зависит от детей. Именно родители хотят, чтобы дети были лучшими. Особенно сейчас такое тяжелое время. А дети хотят, чтобы они просто на самом деле отстали. Вот поэтому, наверное, основная рекомендация родителей используйте это время, чтобы заняться собой. Пойдите, почитайте книжку, сделайте себе маску, разберите свои вещи. И отстаньте от детей. Потому что время это достаточно недолгое. Месяц, наверное, да? Еще будет этот карантин, не знаю, как это называется. А за этот месяц можно потерять детей и авторитет. Катя, что ты думаешь по этому поводу, по поводу потери авторитета, если давить? Да, конечно, можно потерять авторитет, потому что вот эта ситуация, по сути, становится силовым таким конфликтом, о котором я уже часто говорила и в эфирах, и в статьях мы это обсуждали. И в силовых конфликтах, конечно, вообще в них лучше не вступать с детьми. А если уже и вступили, что тоже неизбежно иногда, то нужно их выигрывать. А чтобы выиграть силовой конфликт с ребенком, нужно огромное количество сил и ресурсов. И мне кажется, что такая уникальная возможность посидеть дома, но я в таком позитивном просто ключе об этом предпочитаю говорить, наверное, должна использоваться на благо себе, в первую очередь, а не на то, чтобы растрачивать все свои последние силы, на то, чтобы выигрывать эти конфликты силовые с своим ребенком. И потом важно тоже понимать, насколько это оправдано, нужны ли вообще все эти занятия, какую именно пользу они приносят. Но это уже отдельная тема, это такая моя любимая тема, но она, я думаю, что она сложная для многих людей, потому что очень многие люди вкладывают действительно огромное количество сил. так, по-моему, у нас Евгения пропала. Так, сейчас. Сейчас подождем. Угу. Вот. Вот. Связь, конечно, сейчас не очень хорошая. У нас тоже занятия очень часто обрываются. Сейчас на анимага бывает. Окей. Вот я говорила, что это отдельная тема. Какие занятия нужны детям, и в каких дозировках, и с какой целью, в общем-то, да, нужно... Ну, хорошо, когда это все делается осознанно. Не просто потому, что так делают все, а потому что это действительно приносит реальную пользу ребенку здесь и сейчас. Потому что что принесет она в будущем плохо измеримо. Сложно сказать, что вот какие-то там занятия сейчас принесут какую-то пользу в будущем. Если, например, взять в пример мою любимую ментальную арифметику. Вот. Уникальная вещь. Непонятно, что она дает по жизни. Потому что навык уходит очень быстро, отмирает, и практически плоскости не используются. Насколько я понимаю, исследований на эту тему не так много психологов. Я вообще сегодня планировала скорее рассказать о том, что необходимо сделать, чтобы сохранить собственные нервы в этот период карантина. И я думаю, что я естественно каким-то образом затрону опять вот эту тему, Жень. Хорошо. Можно отстать от детей. И в первую очередь отстать от себя, от своего чувства гиперответственности и, может быть, чрезмерного желания, стремления быть хорошей мамой. Потому что это, в общем-то, лежит в корне проблемы. Да, хорошей мамой не существует. Тогда сразу успокоиться. И понять, что даже у психологов бывают тоже нервные срывы иногда с детьми, когда мы понимаем то, что у нас нет сил, только мы знаем, как себя просто успокоить быстро. Но у нас также все бесит иногда. Конечно. Это нормально? Конечно. Нужно, да. Нужно принимать все свои чувства. И нужно понимать, что иногда чувства могут зашкаливать в своих проявлениях даже. Это нормально. Просто это должно быть иногда. Если вдруг это становится системой каждый день, то тогда да, тогда и психологу нужна помощь. А там да, так все в порядке. Все чувства у нас нормальные, все у нас естественные. И не нужно испытывать стыд. И вот я вот, думая про токсичность здесь, готовясь мысленно к этому эфиру, я подумала про чувство стыда, который очень часто фигурирует, да, вообще вот у людей, проживших какие-то токсичные события, воспитывавшихся токсичными родителями. Очень часто именно это чувство, ну, кстати, не только родителями, находясь в токсичных отношениях, да, чувство стыда, какого-то ущербности, недостойности, да, какой-то своей. То есть совершенно иррациональное чувство, понятно дело. Но оно как-то культивируется в процессе этого негативного, да, травматического опыта. И вот именно это чувство стыда заставляет многих мам, родителей стремиться к тому, чтобы быть очень хорошим родителем. Вот. И постоянно контролировать, насколько я правильно себя веду, насколько я хорошо поступаю. То есть такое вот внутреннее сомнение родительской компетенции, оно, к сожалению, очень часто работает в противовес, то есть оно не полезно. Потому что оно не то, чтобы помогает родителю быть лучше, оно мешает, поскольку невротизирует, выводит из баланса, придает неуверенности в том, а правильно ли я делаю. И когда мы переживаем, правильно ли я что-то делаю, мы начинаем искать информацию. Там в соцсетях, в интернете, а ее так много. И она такая разноплановая, что только еще запутывает нас, родителей. И иногда эти попытки быть лучше заставляют нас так сильно увеличивать нагрузку на ребенка, в том числе вот в занятия, что ребенок начинает скорее страдать от этого, то есть получать больше бреда, чем пользы. Страдая от этого, он начинает, ребенок, начинает показывать худший результат, на что родитель тоже не самым лучшим образом реагирует. Реагирует такой фрустрацией, недовольством. Как так? Я так стараюсь, я для тебя все здесь это подготовил, нашел, заплатил, а ты не хочешь. И, конечно, вот эти ситуации, в первую очередь, не то чтобы, я даже сказала бы, вот вредят авторитету, мне кажется, они подрывают теплые отношения и эмоциональную связь между родителями и детьми. Катя, ты сейчас очень правильно сказала, что подрывает эмоциональную связь, потому что когда мы находимся в замкнутом пространстве, на самом деле, ну, все прекрасно понимают, что не у всех у нас квартиры, которые позволяют самоизолироваться в отдельных комнатах всем членам семьи. И в этот момент самое важное именно почувствовать ту теплоту, потому что когда вы ходите на работу, когда вы ребенку сдаете в детский сад или в школу, или няне сдаете его, у вас нет возможности, признаетесь честно, заниматься им и отдать ему ту любовь, и почитать те книжки «Испечь те печеньки», которые вы планировали в своих мечтах о том, как рекомендуют в статьях в интернете. Так вот, возьмите сейчас, испеките печеньки вместе с ними, ну, попа ваша вырастет там на килограмм, но потом вы все это скинете на улице, скоро будет весна, пойдете, пробежитесь, и этого не будет. Но не будет времени, чтобы потом испечь эти печеньки. Да, испачкать полкухни, но потом радостно также все это убирать. И поверьте, именно это будут вспоминать ваши дети, когда им будет уже 20 лет, 30 лет. Ведь, например, те люди, которые приходят ко мне на прием, это люди обычно там возле 30 лет, у которых были там какие-то ужасные семьи. Но нужно понимать, что даже в ужасной семье есть какие-то прекрасные моменты. И вы знаете, что они вспоминают? Они вспоминают именно как раз то, что там однажды мы вот пошли погуляли, или однажды мы там испекли печеньки, или однажды мама меня обняла, и я помню тут даже запах, какую книжку она мне читала. Вот что помнят ваши дети. А не то, как вы там пытались их научить рисованию, и правильно выводить это солнышко, чтобы оно было ровное. Кать, что ты об этом скажешь? Да, совершенно, абсолютно согласна. Дело в том, что положительные впечатления, они запоминаются намного лучше, чем негативные. Негативные впечатления, наша психика, и может быть это очень хорошо, имеет такое свойство как-то подавлять, вытеснять. А положительные впечатления у нас остаются, и они нас подпитывают, и это наш ресурс всегда. Поэтому как в отношениях с детьми, так в отношениях с супругом, или с близким человеком, так и в отношениях с твоими близкими, другими родственниками, друзьями и так далее, лучше всего создавать как можно больше положительных впечатлений, положительных моментов. Именно за счет них развивается не только ваша связь, но и интеллект ребенка, и его психика, положительная эмоциональная база в отношениях между ребенком и родителями, это и есть та основа, на которой это почва, на которой потом будет расти уже у ребенка что угодно. Интеллект, эмпатия, уверенность в себе, уверенность в окружающем мире и так далее. Катя, тут хотела бы как раз таки дополнить очень важный момент. Наверняка многие люди, которые нас сейчас смотрят, читали нашу великую, прекрасную госпожу Петрановскую о последовательности системы Боуби, теории привязанности. Основная мысль, которая заложена в книге, это то, что ребенок развивается в точке покоя. Что это значит? Что когда ребенок имеет возможность заниматься ничем, то, что как бы думают родители, фигней страдать, когда он имеет возможность именно не думать о том, что там мама с папой скандалит, или что им там не нравится, именно тогда происходит развитие его мозга, его интеллекта, то, за что вы платите деньги на самом деле, это вот когда он просто сидит и каляки-маляки рисует, либо занимается ерундистикой, именно это развивает мозг. Точка покоя, когда он уверен, что мама папа его любит, когда они не будут до него докапываться по глупостям, вот тогда это тот момент, когда ваш ребенок становится гением то, что вы мечтаете и хотите большинство из вас. Конечно. Поэтому отстаньте немножко. Да, и потом еще важный момент следовать за интересом ребенка. Нужно уметь тоже. В какой-то степени, конечно, родитель ведет, он показывает ребенку все возможные варианты, чем можно было бы заняться, но важен в первую очередь интерес ребенка, потому что и на это лучше откликаться. То есть если ребенку интересно делать что-то конкретное сейчас, то пусть он это и делает. И можно помочь ему это сделать, создать еще более хорошие условия для этой деятельности. Если ребенку не интересно чем-то заниматься, то смысла заставлять его вообще никакого нет. Это будет скорее вредно, чем полезно. И вообще для детей, кстати, вот к сожалению, да, в России это еще не совсем понято, видимо, касательно занятий, касательно спорта, касательно вообще любого такого вида деятельности, в первую очередь в детях надо развивать интерес. Не чувство соперничества, не чувство того, что нужно какой-то результат прям обязательно показать, а непосредственно интерес. Ребенку должно быть весело, здорово, классно. Ему должно быть интересен сам процесс. Вне зависимости от результата, даже если у него не получается. Вот, поэтому и в этом он будет развиваться. как раз в том, что ему интересно. Вот. Так что вот это такой момент, что да, лучше помочь детям найти то, что им интересно. И если вы это нашли, пускай ребенок занимается этим столько, сколько возможно для него этим заниматься. Чтобы у ребенка развивался интерес, он должен достаточно свободно себя чувствовать. А что значит свободно? То есть он должен, во-первых, он должен не бояться окружающего мира. Окружающий мир должен у него вызывать интерес. Для этого нужно чувствовать себя достаточно комфортно в окружающем мире. Второе. Ребенок должен быть, как я уже говорила, чувствовать себя комфортно, чувствовать, что его поддержат в его интересе, какой бы этот интерес ни был. Соответственно, вот это, наверное, главные такие задачи для родителей, создать для ребенка вот эти условия, чтобы ему был интересен окружающий мир, чтобы он не боялся, как можно меньше боялся всего вокруг себя. И чтобы были такие уважительные отношения с ребенком. Чтобы он понимал, что любой его интерес поддерживает, поддержит и не оспорит, не будут критиковать. И не будут навязывать свое. Кать, я хотела бы, наверное, вернуться в тему. Вот именно, давай дадим какие-то практические советы родителю, который вот весь вымотанный, как лошадь. У него начинается истерика у родителя дома, потому что все бесят. Он сам не может выйти попить кофейку на улицу, прогуляться, подышать. И люди думают, что пойти в туалет, где тоже, в принципе, особо не спрячешься, и подышать, это как-то поможет. Но мы-то знаем, что на самом деле это не особо помогает, и есть более эффективные техники, которые помогают тебе прийти в состояние здесь сейчас. И они достаточно простые. Я пока сейчас дам быстро свою технику, которую я использую сама, в общем-то, и рекомендую своим клиентам. Техника очень простая. Ее даже можно потом и делать, когда заканчиваются всякие карантины. Когда у вас там на работе что-то взбесило или что-то еще. Каждый сет этого упражнений делается минуту. Первое упражнение, оно про то, что я чувствую. То есть вы сидите на стуле, ваша попа касается стула, ваша спина касается спинки стула, и вы закрываете глаза и думаете, а вот что я сейчас чувствую? Какие позвонки 5-й, 6-й, 10-й, 15-й, 80-й касаются этого спинки стула? А какая температура под моей попой? А какого там места занимает моя попа уже, после того, как печенек поела в карантине? И вот эти возвращения, что я чувствую, они помогают. Минуту ощущаем. Потом походим к окошку, увидим солнышко, акцентируемся на каком-то окне, который находится там в доме рядом или на деревце, и думаем так. Хорошо, а что я вижу? Вот я вижу деревце. Хорошо, сколько там веточек, сколько там птичка сидит там, да? А какое расстояние от меня, от этого деревца? Включаем математику, да? Минуту делаем такое упражнение. Следующее упражнение, что я слышу. То есть вы можете также закрыть глаза и подумать, а что я слышу? Все равно мы не находимся в беззвучном пространстве, мы все равно находимся там, где же какие-то звуки есть. Еще есть последнее упражнение, четвертое. А что я, какой запах я ощущаю? Потому что все равно мы живем в запахе, запахи активизирует мозг. То есть мы берем просто свою руку там, пшикаем какие-то духи, или там можно там что-то натереть там, что я чувствую, какой запах, что напоминает мне. И это возвращает нас опять же здесь и сейчас. Потому что когда мы взбешены, когда нас все бесит, мы себя сами не контролируем, мы понимаем, что я вышла из себя, но я не знаю, что с собой сделать. Я готова там на всех выплеснуть свою агрессию, но я не умею себя успокаивать. Это упражнение очень простое и легкое, позволяет нам даже в машине в пробках его делать, даже не закрывая никаких глаз. Вот это как бы мой небольшой рецепт. Я уверена, что у Кати тоже есть какие-то рецепты. Я думаю, что они как бы пригодятся сейчас нашим слушателям. Поделись, пожалуйста. Да. Окей. У меня, как я уже говорю, у меня столько рецептов в голове, что у меня иногда просто заморозка происходит. Не знаю, с какого вообще начинать. И как сделать выбор. Знаете, как в супермаркет, когда заходите, у вас такой огромный ряд всего, просто теряете в этой куче информации. Так и нет. Поэтому я здесь записала несколько моментов, которые, мне кажется, самые основные. Значит, первое, я советую вам всем использовать дебрифинг. Что такое дебрифинг? Это, другими словами, эмоциональная вентиляция. То есть, простой очень способ, в общем, за советом к психологу не ходить. Позвоните подруге и расскажите ей, как вам польза. Кому-нибудь, кому охота все это слушать. В общем, у кого жизнь не такая сложная. Вот. Или, может быть, у кого тоже сложная такая, и он прекрасно понимает. И ему от этого станет легче, что он не один. В общем, поговорите с кем-то. Далее. Очень важно. И это важно как для людей, которые вот какой-то токсичный опыт переживают, которые боятся сами, да, стать токсичными в каком-то смысле для своих детей. Забота о себе. Вот это очень важный, важный, важный компонент. Мамам очень сложно заботиться о себе, потому что, когда мы растим маленьких детей, которые не могут без нас, мы просто входим в этот паттерн поведения, что мы должны отдавать, мы должны жертвовать все последнее, доедать за всеми. Я вот недавно вспоминала, я всегда раньше удивлялась, почему моя бабушка все время доедает чужую еду из чужих тарелок, когда я была маленькая. А сейчас я делаю то же самое. Постоянно доедаю еду моих вечерей. Я не ем нормальную еду, я не кладу ее больше на тарелку. И это не забота о себе. И это просто привычка. Это паттерн, в который мы впадаем, и он, к сожалению, таким невидимым образом начинает очень негативно на нас влиять со временем. Поэтому нужно осознанно сесть, написать на бумажку, как я буду заботиться о себе, что я теперь буду делать, а чего я не буду делать. То есть, что я сейчас делаю, что мне на самом деле не нравится, и что я могу перестать делать. Вот. И что я могу сейчас делать, чего я не делаю, но мне очень нравится, и что реально можно делать каждый день. Какие-то мелочи, не знаю, ванна с солью, с запахом лаванды. В общем-то, 15 минут даст очень хорошую поддержку. Вот такие маленькие активности для себя. Любимая музыка, наушники. Вы имеете право на то, чтобы немножечко выйти, да, в свой астрал на 10 минут. Значит, дальше. Попробуйте поменять отношение к тому, что происходит сейчас. Вот очень хороший способ, который я всегда советую. Представьте в ситуации, что вы смотрите на нее с балкона. То есть, вы не в ней находитесь, а вы наблюдаете над этой паповой ситуацией, когда вот все кричат в комнате. Один ребенок одно, другой ребенок другое. Хочется где-то... Хочется в космос улететь маме с балкона, мне кажется, этот момент. Спрятаться под диваном, да. Там еще и бабушки, дедушки и так далее. Представьте, что вы просто дистанцируетесь, и вы смотрите на все на это со стороны. И задайте себе вопрос, а вот через месяц, это будет важно? Через полгода? Я вообще вспомню об этой ситуации, вот об этой минуте, об этом моменте. Насколько он действительно ужасен? Я вообще буду о нем помнить. Кто его знает? Может быть, ваш ответ будет нет. То есть, дистанцируйтесь, пробуйте дистанцироваться. Второй способ, как можно поменять свою точку зрения, свое отношение к происходящему, это рефрейминг. То есть, умение найти что-то положительное, даже вот в таких негативных вещах, как совместное времяпровождение, вот такое, слишком длительное, да. То есть, представьте себе, что, может быть, это такой уникальный момент, что такого больше не будет, что скоро вы опять будете ходить на работу, одетьте в детский сад, и вы опять большую часть времени будете лишены компании друг друга. То есть, попробуйте найти что положительного, да, может быть, в том, что сейчас происходит. Юмор. Юмор – отличный способ. Попробуйте шутить над тем этим. Попробуйте говорить со своими детьми шутками. Пусть даже это будет сарказм. Пусть. Это лучше, чем крик и агрессия. Вот. Потом еще, да, нужно как бы повторять себе, что вы можете со всем этим справиться. Очень часто, когда вот такие вот ситуации воспринимаются нами очень негативно, то есть, мы не знаем, что делать, мы срываемся на крик, на гниг, перестаем контролировать себя. Это все происходит потому, что мы чувствуем себя уязвимыми. Мы чувствуем, что мы не справляемся с этой ситуацией, мы слишком слабые в ней. Поэтому есть такие вещи, называются аффирмации. Я вам сейчас очень много умных слов. Уж простите, я их перевожу. Это такие мысли просто, да, предложения, тризисы, которые вас вдохновляют, которые вас вытягивают, да, из вот этого ада, в который вы погружаетесь, и напоминают вам о том, что можно посмотреть на это по-другому. Например, это не самая ужасная ситуация, я с ней справлюсь. Или я уже бывала в таких ситуациях, и раньше я справлялась. Или это временно, это всего лишь продлится полчаса. Ну, допустим, да, просто какие-то вещи, которые поднимают вашу уверенность в себе и уверенность в том, что вы справитесь с этим хаосом. Позитивное мышление. Ну, про него я говорила, да, про рефрейминг. Если есть какой-то коуч, психолог, сейчас самое время использовать общение, да, такое симпатическое для получения каких-то других точек зрения, которые, может быть, вы не видите, более положительных. Они тоже будут ресурсные. У меня такой длинный монолог, Жень. Я могу тоже, давайте я тоже что-то скажу. Я хочу сказать о том, что, например, наверняка те, кто нас смотрит, увлекаются психологией и знают такую фамилию, как Виктор Франкл. Да, это человек, это психиатр, психотерапевт, который, в общем-то, свою теорию написал, можно сказать, благодаря тому, что попал в концлагерь. Да, и, соответственно, он наблюдал за людьми. Мы сейчас тоже находимся в каком-то концлагере, да, каждый наш дом – это квартира в какой-то концлагере. Нужно выживать. Так вот он, благодаря своим наблюдениям, понял, что выживали только те люди в условиях этих ужасных, у которых были какие-то цели, у которых были какие-то мечты, у которых были какие-то фантазии, которые разговаривали друг с другом об этом. Потому что, действительно, тот свет, который дала Катя о том, что нужно как-то позвонить подружке, да, у которой тоже все дома плохо, у которой тоже дети заколебли ее, где там муж уже начинает уже возмущаться. Даже с ребенком, вот понимаете, вот это вот непонимание, что происходит, а у нас никто не понимает, что происходит сейчас, вообще есть ли этот вирус или нет, там, кто-то гуляет, кто-то не гуляет. Надо с ребенком разговаривать, придумывать историю, как придумал Франкл, когда спасал одного мальчика, который в концлагере был вместе с ним, о том, что на самом деле это заточение, что это такие непонятные какие-то вот приключения у нас с тобой, что есть какой-то волшебный вирус, который там на улице где-то ходит, или он где-то в воздухе летает, а мы с тобой прячемся. Но вот через некоторое время все это волшебство закончится, и мы с тобой идем на улицу, будем с тобой есть мороженое, и вот пока мы должны с тобой сидеть вместе там. То есть, когда вы даже с ребенком в шутливой форме делитесь вашими переживаниями и проговариваете, проговариваете, даже с ребенком, вам легче, потому что именно ваша агрессия на ребенка, в том числе сейчас, она связана с тем, что вы переживаете вируса, вы не можете никуда выйти, есть проблемы с работой, с деньгами, но вы не можете ребенку все это сказать, что думаете, что он дураку не поймет. Дети очень умные, им можно все рассказать, просто в другой форме, которая доступна для его возраста. И когда вы начинаете рассказывать ребенку, вы даже удивитесь, какие интересные мысли по поводу всего этого расскажет ваш ребенок. И это даст вам свободу от того, что вы не одна, что даже ребенок ваш маленький, даже там трехлетний, двухлетний, что-то вообще над тем может сказать, не говоря уже о муже. То же самое, да, с мужьями тоже нужно разговаривать, что они также члены нашей семьи и бабушки, о том, а что ты чувствуешь, как бы тебе хотелось, а вот ты тоже переживаешь, и я переживаю. То есть вот не на повышенных тонах там, а вот что ты думаешь, а вот я вижу, что ты тоже переживаешь. То есть начинайте любое предложение, обращенное к вашему ребенку, к вашему супругу, к вашим близким со слова «я». Вот забудьте слово «ты». Вот «ты» слово «забудь» в начале предложения «я». «Я чувствую, я вижу, мне кажется». И это разгрузит, очень сильно разгрузит и снизит этот градус накаления обстановки. Неважно, сейчас или потом. Это вот такой тоже лайфхак, который всегда пригодится в будущем. Да. Кать, дополни, пожалуйста. Продолжи свои интересные лайфхаки. У нас уже прошло где-то полчаса, поэтому у нас еще осталось полчасика, поэтому сейчас дать максимально много информации интересной. Ага, окей. Да, ну я вот… Мне очень понравилось то, что вот ты сказала… Мы на «ты» или на «вы»? На «ты». Вот. Про… Про игру, да, что играют очень здорово. Когда вы играете с ребенком, то вы получаете огромное количество позитива сами. Но себе нужно разрешить это сделать. Как бы все. Я отпускаю все, я расслабляюсь. И я начинаю играть с ребенком. И постарайтесь, когда вы выбираете вообще какие-то игры, взаимодействие с детьми, выбирать все-таки то, что вам интересно. Потому что неподдельный ваш интерес и такая энергия, она понравится и увлечет ребенка намного больше, чем сама игра. То есть те эмоции, которые вдруг ребенок заметит, что вы испытываете в процессе взаимодействия с ним, вот эти положительные эмоции, они как раз и будут драйверами вообще всего этого, всей вашей игры. И они очень ценны для взаимодействия. Поэтому да, вот игра про вирус, это очень хорошо для самих родителей. Катя, еще такой момент хотелось, чтобы ты озвучила как детский психолог. Вот часто родители говорят, вот мой ребенок играет, а я испытываю чувство виды, или мне вообще неинтересно играть в эти тупые игры с ребенком. Вот я не знаю, что делать. Я не умею играть. Я не хочу играть. Я хочу сесть там почитать книжку свою. Вот не хочу я там в эти вот кубики дурацкие играть или в это лего складывать. Ненавижу я это. Вот что делать? Да. Ну, я всегда за то, что не надо себя насиловать ни в коем случае. Ребенок это все поймет, что вам неинтересно. Вы будете раздражаться. Это не ресурс для вас. Еще одно дожествование. Их и так уже достаточно, обязанностей у родителей. Поэтому просто хорошенечко подумайте, какие вообще есть такие вещи, которыми вам интересно заниматься, которые будут интересны для ребенка. И делайте их вместе. Ну, например, готовить там, разобрать вещи какие-то там. Да. Вот просто бытовые вещи, как вы заметили, интереснее даже, чем игрушки. Там в кастрюле намного интереснее стучит, чем какая-нибудь там игрушка из магазина. Поэтому тут, поверьте, это увлечет ребенка больше. Перебрать вещи, перебрать свою полку, почитать какую-нибудь книжку. Пусть даже она будет взрослая книжка. Вдруг ребенок будет слушать. Вдруг ему будет интереснее. Если там, конечно, нет ничего, никакого такого ужасного контента. Посмотреть вместе мультик, который соответствует возрасту ребенка, например. Да, это тоже некое взаимодействие. Вместе полежать в обнинку. В общем, таких вещей просто их очень много. Но, да, советую заниматься тем, что родителям интересно. Или отнеситесь с юмором к той игре, которая вам не очень интересна. Начните как бы шутить над ней. И, может быть, тогда вам станет интереснее самому, что вы занимаетесь какой-то нелепой глупостью. Но вы найдете в этом забавный интерес. Я еще здесь хотела про границы тоже рассказать. Потому что важный момент. Конечно, такая изъезженная тема. Но очень важная. Надо понимать, что сейчас у всех очень мало личного пространства. Все друг у друга на голове. Личное пространство нам нужно. Потому что оно тоже нас подписывает. Это наш ресурс. Соответственно, сейчас нужно с большей долей ответственности отнестись к тому, чтобы создавать для себя хоть как-то, хоть какие-то вариации личного пространства. Хоть где-то. Неважно где. Пусть даже в туалете. Просто предупредите всех, что у меня 15 минут туалетного времени. Я там буду сейчас сидеть в Инстаграме, читать книгу. И, пожалуйста, не надо там стучаться. Очень часто вот такие вот границы это и есть забота о себе. Просто многие мамы, у которых есть некое чувство вины, а вдруг я плохая, а вдруг я все это сделаю не так. Они понимают, что установка границ, что вот я сейчас, это мое время, и я сейчас это буду делать. И объяснение, да, вот коммуникация этих границ не в какой-то агрессивной форме, а в ассертивной форме. То есть в уверенной, спокойной, дружелюбной форме это и есть забота о себе. Поэтому, если есть какая-то группа поддержки, муж, родственники, бабушка, дедушка, поговорите с ними, договоритесь, что какое-то время, каждый день дети переходят там, да, к кому-то из них, и вы высвобождаете себе время, и вы занимаетесь тем, что важно для вас, без какого-либо чувства вины. Вот это вот важный, на мой взгляд, совет сейчас. Просто личное такое, маленькое личное пространство, каждый день наполненное тем, что вам нравится, или тем, что необходимо вам сделать для себя. Я еще хотела сказать о том, что иногда, когда дети, особенно маленькие, им сложно объяснить, что мама хочет там полежать книжку почитать. Но можно поиграть такую в игру, типа, что ты лежи рядышком, но только тихенько там, да. То есть понятное дело, что ребенок все равно прибежит к вам на кровать, как бы ты не запирала дверь, он все равно будет ломиться туда, вы будете беситься, и в итоге никакого личного пространства. Поэтому, если вы позволите полежать ему рядом, или вам... Вот сейчас время, когда мы не можем много ходить, да, но у нас есть возможность там качать пресс дома. Качайте пресс. Дети обожают все вот эти вот упражнения с YouTube, пожалуйста, открыли, и вперед там вот эти позы йоги там, или какие-то а-ля йоги, они гнутся лучше, чем вы, поверьте. Поэтому это будет тоже такая интересная игра, смешная. Благодаря этому, во-первых, привьете ребенку любовь к спорту, работа собственным весом, вы к весне подготовитесь тоже, у вас будет лучше талии, лучше попа, вот. И при этом все будут смеяться, ржать, потому что, действительно, ни у кого ничего не будет толком получаться в первое время, но это будет здорово. И именно вот на таких моментах, опять же таки, юмор, он вытягивает все. Поэтому не нужно сейчас пытаться догнать эти все эти ЕГЭ, там эти все шмигэ, ни у кого ничего не получится, будем честны. Вот никто из вас не учился на учителей, если, конечно, для нас, естественно, профессиональные преподаватели. Поэтому не нужно из себя делать того, что мы не умеем. Все равно получится не очень хорошо, только испортим отношения. Поэтому именно забота о себе... YouTube вообще шикарная штука. Я вот научилась красить себе ногти красным лаком, например. До этого никогда не умела красным лаком красить, только красил прозрачным. Я села, посмотрела и сделала. Да, там, ребенку можно накрасить, там, каким-нибудь там, намешать из гуаши лак для ногтей, там, накрасить ему или ей, там, ничего там не случится. И именно вот схожие какие-то интересы, что вам интересно, поверьте, дети, они же любят нас копировать. Вообще дети – это наши зеркала, если вы об этом не знали. Поэтому если ваш ребенок ругается матом, не думайте о том, что ты подспил на улице в детском саду, вы сами наверняка дома это где-то у вас проскальзывает. Бывает, нормально, ничего. Никто от этого не умер. Поэтому именно то, что интересует вас, действительно, оно заинтересует и ребенка. Потому что они хотят быть такими, как вы. Поэтому делать то, что вы хотите – это порадит вашего ребенка. Да, точно. Я тоже всегда замечаю, ну, в основных детях, потому что на чужих детях это сложно заметить, нет такой возможности, но мои дети обожают все, что обожаю я, и я никогда не заставляю их это обожать. Да, то есть все виды спорта, которые мне нравятся, все какие-то темы, которые… Музыка… Ну, здесь недавно послушала я рэп, поностальгировала, и поняла, что моя дочь теперь ходит и слушает какие-то непонятные детские песни, и мне самой уже становится страшно. Вот. Поэтому, да, они схватывают именно наш интерес, они… Дети ценят то, что увлекает нас, они прям чувствуют то, что увлекает нас, увлекает их. Поэтому сейчас самое время вам сесть и подумать, так, чем я хочу быть увлеченным на протяжении всего этого карантина. И пусть это будет, конечно, что-то полезное, потому что готовьтесь, ваши дети, возможно, увлекутся этим тоже. И, конечно… Поэтому, да, вот здесь вот в плане ролевой модели, конечно, мы все ролевые модели. И я считаю, что вот эта вот любовь к жизни, умение видеть во всем позитив, умение справляться со сложностями достойно. Ну, то есть достойно, что значит… Ну, сохраняя определенную долю позитива и такого, да, оптимизма. Это и есть то самое ценное, что можно передать детям. И этому не учат на уроках английского, на уроках, не знаю, там, ментальной арифметики или еще чему-то. Этому можете научить вот именно вы, родители. И вот сейчас как раз, наверное, самое время. У нас какой-то вопрос? Да, Кай, давай зачитаю. Дочка 9 лет. После наказания, лишения значимого, говорит, что я специально делаю ей плохо. Плачет, говорит, что плохая и не нужна нам. Как реагировать правильно, подскажите, пожалуйста. Угу. Так, после наказания, лишения значимого, говорит, что я специально делаю ей плохо. Ну, дело в том, что я рекомендую лишать значимого таким образом. То есть у нас есть две формы наказания. Мы лишаем значимого хорошего или мы предлагаем вообще что-то очень неприятное. Вот эта форма наказания, лишения значимого, она лучше, но это действительно получается наказание тогда, когда ребенок, допустим, не знает, что вот если он так-то сделает, его лишат значимого. Вот, если ребенок не знает об этом, и вы просто его ставите перед фактом, после того, как он что-то сделал не так, то тогда это действительно наказание. И наказание, к сожалению, оно имеет еще и свойство демотивировать ребенка. То есть ребенок может разозлиться в конце концов и сказать, что это такое вообще. Я тоже свободный человек и имею право на ошибки, да, особенно в 9 лет. Поэтому я рекомендую скорее не наказывать, а показывать негативные последствия. Вот, то есть вы заранее договариваетесь с ребенком, и можно это даже представить в форме игры. Давай поиграем теперь в такую игру или там давай у нас теперь будет вот такое правило, потому что вот так-то, так-то, так-то вести себя важно. Поэтому давай договоримся, если ты себя так не ведешь, а ведешь как-то по-другому, вы конкретно рассказываете как, дети любят конкретику, то тогда тебя ждет то-то, то-то, и вы описываете это негативное последствие конкретное. То есть ребенок предупрежден, и теперь он сам решает как поступить. Скорее всего, вот в таком ключе, если вы будете взаимодействовать, то тогда ребенок не будет так сильно плакать и расстраиваться, потому что он будет понимать, что он сделал свой выбор. Вы даете ему выбор. Или сделать так, и не будет негативного последствия, или сделать по-другому, но тогда получить негативные последствия. Но еще лучше, я советую, это будет лучше намного для ваших отношений, если вы будете ставить задачу перед ребенком, то есть я хочу, или я бы тебя попросил, потому что это важно, и вы объясняете почему, тебя поступать так-то, так-то. И если ты будешь так поступать, тебя ждет, и вы описываете положительные последствия. Положительные последствия, они намного более лучшие мотиваторы, чем негативные. Катя, у нас тут еще вопрос есть, я просмотрела, про подростков. Вот как бы мы про детей проговорили, как вот их увлекать, а вот с подростками что делать? Так, а я что-то не вижу этот... А он, я его вверху увидела, сейчас просто пролистала ленту вопросов и посмотрела, что спрашивала одна из слушательниц у нас по поводу подростков, как бы, как с ними быть сейчас? А, сейчас, секундочку, я не... Там вопрос как такового нет, а она просто спросила про, а как быть с подростками? А, вот так, понятно. Так, хороший вопрос. Ну, как быть с подростками? С подростками тяжело, конечно, в том плане, что они очень сильно... Ну, они непредсказуемые, сложные и так далее, да, мы все это знаем. Но нужно просто сходить из самого важного, да, я такой этот метод всегда использую. Сначала нужно посмотреть, в чем причина, да, сложности, а потом тогда мы найдем решение. Вот у подростков очень сильная ориентация на то, какой я для других людей, насколько меня принимают, насколько меня, вот, любят, насколько меня, там, считают хорошим человеком и так далее. У подростков очень большая ориентация на социальное взаимодействие, на сверстников в основном. То есть подростки, они вообще не очень-то хотят общаться с родителями, это совершенно нормально, и родители очень часто обижаются на это. Они чувствуют, родители тоже чувствуют, что подросток отдаляется, связь увеличивается, и родители это очень сильно пугает порой. Теряют ощущение контроля у родителя, но я все время рассказываю таким родителям, что это нормально, это должно произойти, это обязательно пройдет, и лет в 20 ваш подросток опять вернется к вам. Он уже, конечно, будет не тот, но все равно вы поймете, что связь не нарушилась. Это просто процесс. И сейчас, скорее всего, подросток будет хотеть, все равно отдаля, ну, будет отдален от вас, возможно, он не будет разговаривать так, как хотелось бы поддерживать вот это вот общение. Ну, просто примите это как факт, что это нормально. Желательно с подростками обсуждать темы, которые интересны для подростков. То есть если вашему ребенку что-то интересно, даже если вам это интересно, попробуйте вникнуть, что это, попробуйте поспрашивать его, а что там за правила в этой видеоигре, а зачем ты играешь, чем тебе это нравится. Вот, то есть вот как-то так, на одном уровне. Я еще хотела добавить такой момент, вот, если вы хотите ответить на вопрос, Катя, прочти, пожалуйста, вопрос пока. А я пока скажу о том, что вообще основные вопросы, которые задают родители психологам, это вот мой ребенок вот стал таким-то. Вот был лапушка, а тут прям вообще какой-то монстр появился у меня в квартире. Я рекомендую вообще родителям купить себе какую-нибудь книжку по возрастной психологии. И там вы сразу поймете, что если в три года ребенок кричит вам, я сам, отстань от меня, это нормально. Это не вы плохая мама, это не тут он там проснулся в ночь, там его волшебница сделала плохой. Это нормально, хорошо, что вам так говорит. Было бы плохо, если он так вам не говорил бы. А если ваш подросток в 9, в 10 лет не хочет с вами общаться, а для него авторитет это подружки, в чем они одеваются или друзья, это тоже нормально. Было бы хуже, если он сел бы перед вами и смотрел бы вам в рот. Вот это вообще бы был атас. А если там человеку 30 лет, и у него какие-то есть желания, устремления перевернуть мир, например, это тоже нормально. Было бы хуже, если он сидел бы около мамы и носил бы ей гречку с туалетной бумагой. И не отходил бы ни на шаг, и считал бы, что вот это нормально. Поэтому возрастная психология – это то, что… Это такие этапы жизни, через которые проходим мы все. И когда мы знаем, что нас ждет, мы можем на это спокойно реагировать. И не воспринимаем это, как какие-то изменения ужасные именно с моим ребенком. Да нет, да все такие дети, просто вы об этом не знаете. Просто вам все рассказывают, что у меня там ребенок замечательный, но у нас так все, как в рекламе, да? Но все на самом деле знают, что ответ другой. А это знают обычно психологи. Или книги. Поэтому как раз все-таки вот сейчас купите себе какую-нибудь книжку в интернете и прочтите ее. Это будет очень полезно. Да, все верно. Нам кажется, что мы уникальны. Такой эгоцентризм в нас во всех заложен. Но на самом деле нет. У всех, практически у всех, такие же проблемы, как у вас. Вы не уникальны. Это очень важно понять. Даже самые ваши большие сложности не уникальны. У большинства людей тоже такие же кошмары и ужасы происходят в жизни. Может быть, в каких-то других плоскостях. Или в тех же самых. Да. Вопрос у нас. Как правильно и экологично реагировать на резкий грубый ответ в 9 лет? Маме очень неприятно, да? Или я так понимаю, что это мама. Ну, тоже такой сложный момент. С одной стороны, хочется сказать. А вот задайте себе вопрос. Если бы вашему ребенку кто-то так нагрубил, как бы вы хотели, чтобы он ответил? Так и отвечайте. То есть, покажите ему, как бы вы хотели научить его с такими ситуациями справляться. И так и справляйтесь. То есть, покажите ему, какая должна быть реакция. Но при этом, конечно, вы же не машина. Что делать вам с вашим чувством? Потому что вы же не можете все время быть учителем. Так, там, 24-7. Вы тоже человек. И нужно отдавать дань своим чувствам. Тоже находить какой-то выход для них. Так, поэтому у нас есть алгоритм такой достаточно универсальный. Может быть, я понимаю. Первый пункт. Проявляйте эмпатию. Если это возможно в тот момент. То есть, я понимаю, что ты разлилась. Вот. Это одна фраза. Вторая. Вы рассказываете, второй пункт. Вы рассказываете про свое чувство. Но мне это крайне неприятно. То, что ты говоришь. Да. И третий пункт. Предложите решение. Ну, потому что вы взрослый. Скорее всего, к вам оно придет быстрее. И, возможно, оно будет конструктивнее, чем у вашего ребенка. Вы можете предложить решение. Давай ты больше не будешь произносить такие слова, потому что они меня обижают. И потому что, если ты их произносишь, то мы вряд ли с тобой найдем какое-то решение. И решим проблему. Мы просто поссоримся. Давай перемотаем. Скажи мне сейчас заново. Но не грубо. И дайте ребенку возможность еще раз выразиться. Я просто не понимаю, какой контекст у вас в этой ситуации. Но вообще вот так. И, в принципе, надо, конечно, ставить запрет на агрессию. Мы на анимаг всегда рассказываем, что агрессия же нормальное чувство. И когда ребенок агрессирует, это должно быть неприятно для вас. Но это не значит, что это неправильно. Есть агрессия допустимая, да, а есть недопустимая. И вот эти рамки надо установить. И мы обычно советуем, что недопустимая агрессия – это насилие физическое и моральное. А все остальное – грубый тон или крик, или хлопание дверьми – ну, в принципе, наверное, можно позволять, если это и происходит не системно. Я еще хотела сказать, вот тут вопросы стали появляться. Кать, кстати, пока вот тоже прочитай. Я пока прокомментирую два вопроса, которые я увидела, касаемо книги по возрастной психологии и касаемо подростков. Да, подросткам вы, сейчас даже ничего не можете сделать, поэтому нужно немножко отпустить вожжи. И нужно понимать, что насколько хорошо подросток пройдет этот вот процесс, вот эта сепарация очередной, да, которая проходит первое в три года, второе у них там идет в девять лет. Именно ту основу, которую вы завожили, и доверие, да, вспоминаем про сегодняшний карантин, да, любовь, доверие, да, тем легче ваш ребенок перенесет все, когда будет подростком. Да, мы все знаем, что подростки начинают там курить, там, пить, там, что-то еще там начинается, какие-то неприятные истории. Но не у всех детей, у тех, у которых действительно были хорошие взаимоотношения, у тех это легче переживается. Поэтому поработайте над этим сейчас. Касаемо книги по возрастной психологии, я думаю, что если вы откроете, например, книгу какой-нибудь Юлии Гиппенрейтер, да, это профессор МГУ, у нее очень хорошо написано, простым языком, незаумным, вот как раз-таки вот то, что хорошо ляжет. И вы сможете прочесть, и вам это прям вот замечательно. Вообще не замечательные книги, зайдите там в интернете, наберите Юлии Гиппенрейтер, у нее есть сайт, и там будут все книги ее. В принципе, такой же примерно по масштабу человек, как и Петрановская. Вот, поэтому там еще вопрос какой-то есть при 4,5 годика. Кать, давайте ответить на него. Да, дочка в 4,5 года начала шантажировать. Я хочу так, если не так, то сделаю вот так. Как реагировать? Ну, дело в том, что, возможно, вы тоже так говорите, то есть, может быть, здесь ребенок что-то копирует, да, это первый пункт. Значит, может быть, можно, да, перестать вот это вот делать, копировать. Мы всегда говорим, что, да, важно показывать последствия, но это не должно прям вот постоянно происходить, да, то есть, вот. Вы уходите, игнорируете и объясняете, что шантажировать плохо. Может быть, тогда вы можете просто показать, показывать ребенку последствия ее шантажа, то есть тоже сказать, ну, ладно, если ты будешь мне вот так говорить, да, то тогда я буду уходить, и я не буду все равно выполнять то, что ты хочешь, потому что мне это не нравится. То есть, можно попробовать ребенку в 4,5 года, конечно, может быть, не очень легко, но просто объяснить, что значит сотрудничать, что значит договариваться. Это очень важный навык, да, навык сотрудничества. То есть, нужно нам с тобой придумать что-то, что понравится и мне, и тебе, но мы должны поговорить об этом как друзья, без обид. Давай сядем и поговорим. Вообще, дети очень положительно настраиваются на такой разговор, если родители не упускают такое вступление. Ты можешь сделать, как хочешь, ты имеешь право, потому что дети в 4 года, в общем-то, имеют право на то, чтобы сделать, как они хотят. Это просто иллюзия, если мы думаем, что они не имеют права. Они могут делать так, как они хотят и будут делать, особенно в подростковом периоде они вам покажут. Если их действительно очень сильно прижимали в детстве, то они отыграются. Поэтому лучше начинать прямо с этого возраста. Так и говорить. Ты можешь сделать, как хочешь, но я тебе советую. Если ты сделаешь вот так, тебя ждут такие-то последствия. То есть, допустим, по этой схеме. Кладем на эту схему вашу ситуацию. Ты можешь сделать, как хочешь. Но если мы сейчас с тобой поговорим как друзья, то, возможно, мы решим, как можно сделать, чтобы тебе нравилось и мне. Давай еще раз обсудим. И у вас начинается какой-то такой уже разговор не с позиции конфликта, а с позиции я хочу понять, как я могу помочь тебе. Катя, у нас осталось буквально 3 минуты до конца. Я еще хотела сказать, что ты еще замечательно объяснила про детей 4,5 лет. Но, допустим, у нас есть маленькие дети, которым 2 годика и до 4,5. Который что-то сделал, тебя подошел, ударил или что-то еще. Или кто-то ударил ребенка вашего. Другой ребенок, например. Но все бывает в жизни. Мне кажется, очень важно, например, система Монте-Сори учит так называемым стоп-словам. Когда ребенка мы учим словам, стоп, не делай так. То есть мы учим ребенка, если кто-то его ударил на площадке с овочком, он говорит, стоп, не делай так. Или мне не нравится. То есть, во-первых, это такое правило, которое вы заводите как соло-пароль. И когда ребенок что-то от вас делает, вам то, что не нравится, вы говорите, стоп, не делай так. Это первое, это начало ребенка, скажем так, обездвиживает на секунду, а потом он начинает с ней вести диалог. Ты сейчас вот это хочешь сделать, маме это не нравится, это больно, ведь это плохо. Ну, такими вот словами объясняйте. Но вот эти стоп-слова, они сразу же, по крайней мере, снижают уровень агрессии моментально, но при этом без крика, без ора, оно позволяет остановиться. Да. И очень важно помнить, что надо оставаться спокойными. Если вы безэмоциональны, уверены и спокойны, то ребенок это поймет, вы остаетесь при своем авторитете, и ребенок обязательно последует за вами. Потому что в таком поведении спокойном, безэмоциональном и есть ваша родительская сила. Да, спасибо большое, что все были с нами. Как вы знаете, в нашем эфире была я, Евгения Богданов, психолог. Катя тоже замечательный психолог, детский психолог проекта «А не мага, где мультяшки». Поэтому я думаю, что ваши советы вам были полезны. Эфир мы сохраним, поэтому вы можете посмотреть его вместе с супругом, с бабушками, и полезной информацией много запастись на ближайшее время. Спасибо, Женя. Спасибо всем большое. Наслаждайтесь карантином и заботитесь о себе, будьте здоровы. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok